Баранкулов Сейт Касым Жаманович родился в 1921 году в ауле Жанатургай, что в Актюбинской области. В июне 1941 года, окончив среднюю школу в городе Костанай, буквально со школьной скамьи был призван в ряды Красной Армии и направлен в Уральский военный округ 167-ю стрелковую дивизию. Впоследствии с отличием окончил Сталеградское танковое училище. В свои 94 года Сейт Касым Жаманович может детально вспомнить каждое свое сражение. Первое боевое крещение приняли под Воронежем. В 1942 году немцы, чтобы взять реванш за поражение под Москвой, собрали свои войска под Воронежем и хотели в мае место перейти в наступление, окружить Москву с востока и на этом закончить войну. На советской командовании тоже узнал замыслы врага, собрали силы и в мае место началось крупное сражение. Сейт Касым Жаманович участвовал в крупных кромополитных танковых боях под Воронежем и на Курской дуге и в ряде других сражений. Ветеран с болью сердца вспоминает те самые тяжелые дни беспощадной войны. Первое время, конечно, нам трудно было. Вот немцы в моторных частях быстро-быстро прорвались в нашу оборону, вглубились вглубь, окружили наши войска. И первые дни войны, первое место войны, в день попали 3 миллиона наших солдат-офицеров. Это были кадровые войска. Наши танки были слабые. Первые танки были на моторном, от бензиновым мотором, 3 экипажа. Вот попадет пуля, сразу сгорит, как свеча. Несмотря на все преграды, наши герои смогли отстоять свою оборону, мужественно противостояв врагу. Тем самым доказав, что не стоит недооценивать противника. В этом немалую роль сыграло вооружение, одно из значимых факторов в борьбе против врага. Танк, кто служил в армии, тот знает, танки никогда не стоят спокойно. Мы вот 3-4 танка соберемся и совершали рейд в тыль врага. Вот договариваемся, во сколько-то здесь встретится, и сразу на высокой скорости мчится в тыль врага на 40-50 километров. В историческом танковом сражении под Прохоровкой, будучи командиром танкового взвода, Сейдкасым Жаманович получил тяжелые ранения. Позже в госпитале города Горький ветеран встретил День Великой Победы. После войны Сейдкасым Жаманович работал в партийных органах, получил высшее образование в престижных вузах, защитил кандидатскую диссертацию, работал преподавателем в университетах Казахстана. Ильвира Конопьянова, Ильха Маюпов, Жанакун.